Вражеская пропаганда пятой колонны Наша 220-я танковая бригада освобождала детский дом в Ирице Если кто был, помните, вот тогда бригаде удалось освободить 40 ребятишек Я напомню коротко, дело было так, что в Ирице немцы устроили на берегу Оридежа Так называемый специальный киндерхаус, специальный детский дом Никакого специального дома детского там не было Там был детский концлагерь Немцы забирали регулярно у ребятишек кровь В 1941 году там было 500 детей В 1944 году, в феврале, когда 10-20-я танковая бригада ночью ворвалась в Ирицу Там оставалось в 45-шек Коротко напомню Накануне пришел Дэр Артс, немецкий врач в детский дом И сказал воспитательным Завтра к 9 утра, подготовки детей Мы у них заберем кровь, и они уснут Без всякой боли Воспитательным жалко было ребятишек Вот что делать В Ирице был большой гарнизон немецкий Вот договорились так Одна из воспитательниц местная В 9 вечера выскочила из детского дома По кустам, по кустам, по огородам В лес удрала К 12 ночи она нашла партизан Местный И говорит, что Ребятишек немцы Усыпят Помогите А командир отряда И говорит Отряд там маленький Что мы 20-30 человек Можем сделать после немецкого гарнизона Но детей жалко Тогда До линии фронта Где ставили наши части От улицы было 40 километров Командир партизанского отряда Сказал Местному партизану Ты местный Беги Ночью Перейди линию фронта Найди Красную армейскую часть Скажи, чтобы Помогли выручить детей И партизан побежал 40 километров по лесу По снегу Так Вот бежал бегом Непрерывно С 12 ночи До 5 утра 5 часов Я бежал по лесу Успитательницы сказали Что немцы завтра заберут У ребятишек Кровь, они умрут А у ребятишки-то и так слабые были Их никуда тащить нельзя было зимой Да Вот и воцарилась такая Внимая психологическая сцена Вот представьте себе Стоит партизан И смотрит в глаза комбригу С надеждой Ждет Помощи Больше Никто Не поможет А командир бригады Смотрит ему в глаза И думает Как же я Без приказа Штаба армии Брошу бригаду Неизвестно куда В тыл к немцам Ночью А если там засады А если там орудия Что станет с бригадой Вот И вообще в армии порядок Там нельзя просто Захотел И туда пошел Поехал Приказ должен быть Командование Вот стоят и смотрят Друг другу в глаза Потом Командир Командирское сердце Дрогнуло Ладно Дежурному Поднимай командира Фрот Через 10 минут Собрались Объяснил задачу Вот партизан Поведет нас По лесным дорогам В вырезу 40 километров марша Надо выручить ребятишек Выстрелили колонну В первом танке Командир бригады В люке И партизан Как проводник И бригада Помчалась В 5 утра В 6 часу Вот они Успели Эти 40 километров По лесам Промчаться За 2 часа Ворвались в вырезу Несколько выстрелов Немецкое охранение Было смято Пока немцы Приходили в себя Танки подкатили Прямо к детскому дому Ребятишек Куда К башню И воспитательниц Куда же Взревели двигатели Несколько выстрелов И колонна танков Умчалась В лес Прорвали линию фронта Снова Вернулись на место Ребятишек И воспитательниц Высадили Местным Жительницам Женщинам Комбриг Приказал заправить Топливом Да заправить Танки Да заправили 9 часов утра И тут Разлучал приказ Бригада Выступает Не на вырезу А гораздо западнее В обход В обход Луги пойдет Вот А ребятишки Остались На нашей Советской территории Вот Такая была История Вы знаете Наверное Комбригу Влетело бы Все-таки Время было Крутое Могли ведь И штрафную роту Отправить Могли И расстрелять Кто его знает Война ведь Идет Насверт Да Ну Начались Марши Бои Гибли Таткисты Гибли Танки И все Это забылось И вы знаете Командование Так и не узнало О ночном рейде В Вересу А Уже после войны Мы вот собирались В летнем саду Потом здесь Уже было Немного И говорили А помнишь Ага Ум Как же Помню Вот такая вот история Но это был Не единичный случай Мне пришлось Познакомиться После войны С майором Советской армии Его звали Иван Федорович Он был сыном Начальника Погранзаставы Под Волковыском Это западная Белоруссия Где-то Около Белостока Да Там немцы Собрали Да Война Началась Так Вот Что В незнапные В 4 утра Обстрел Заставы Застава Загорелась Его отец Начальник Заставы В одном Нижнем белье Сквотил автомат Хаску Выскочил В окно Заняли Окопы Начали Отбиваться От немцев А сын С матерью Сын Начальника Выскочили Из дома Побежали В бомбоубежище Были Открыты У пограничников Пограничники Не дремали Накануне Войны Они готовились Скрылись Бомбоубежище Но силы Неравные Погранзастава Пала Пограничники Погибли Пришли Немцы В это же Утро 22 Отняли Детей У матерей Всех детей В возрасте 4 года И до 14 Отняли И погнали Их Отдельно А матерей В Германию У этого Вани Отец Погиб Мать Не вернулась Из фашистской Неволи А он Вот Попал Специаль Киндерхаус Под Минском Там было Собрано Полторы тысячи Человек Детей Полторы тысячи Человек Детей И немцы У них были Брали кровь 41 42 43 Третьей Часть 44 Года Из полторы тысяч 1200 Погибли Осталось 300 Ребятишечек Таких слабеньких Что они уже Не вставали Белорусские Белорусские партизаны Знали об этом Но дом Этот Концлагерь Охраняли СС У партизан Слабо Слабо Мало было сил Да Вот они Вышли Навстречу С сам Красной Армией Одна из дивизий Повернула Особо Делали детский дом И СС Перебили А ребятишек Которые уже Не двигались Красноармейцы На носилках Несли 30 километров До железной дороги Погрузили вагоны Отправили В советский тыл Вот Выжили Ребятишки И теперь Этот уже тоже Старый человек Вот Встречается со мной И так вот Такие вот случаи Это я вам рассказываю Почему Если Только НАТОвские части Придут сюда Всем нам будет плохо Поэтому Всем кто служит в армии Надо служить добросовестно Армия и флот Это наша надежда Наша надежда Я счастлив Что я Четыре года С оружием В руках Отстаивал Свою родину Вот Сестра Ты помнишь Как из боя Меня ты вынесла В санбат Остались живы Мы с тобою В тот раз Товарищ мой И брат На всю оставшуюся жизнь Нам хватит подвигов И славы Победы над врагом Кровавым На всю оставшуюся жизнь На всю оставшуюся жизнь Горели Днепр Нева и Волга Горели небо и поля Одна беда Одна тревога Одна судьба Одна земля На всю оставшуюся жизнь Нам хватит горя и печали Где те, кого мы потеряли На всю оставшуюся жизнь На всю оставшуюся жизнь Сестра и брат Взаимной верой Мы были сильными вдвойне Мы шли к любви И милосердию В немилосердной той войне На всю оставшуюся жизнь Запомним братство фронтовое Как завещание святое На всю оставшуюся жизнь На всю оставшуюся жизнь Запомним братство фронтовое На всю оставшуюся жизнь Запомним братство фронтовое Как завещание святое На всю оставшуюся жизнь На всю оставшуюся жизнь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok